Тигра Амура забирают из Приморского сафари-парка. Закон выше здравого смысла. В 2012 году в Приморский сафари-парк на временное содержание переданы две особи амурского тигра – Амур и Тайга. Данные животные рождены в зоосаде при Амурске и являются имуществом Хабаровского края. Тигрята были переданы в Приморский сафари-парк в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Срок действия договора истек в апреле 2016 года. Директор Приморского зоосада Андрей Долин обращался в Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края с просьбой оставить тигра Амура в Приморском сафари-парке. Согласно здравого смысла, Министерство должно было согласовать содержание тигра Амура в Приморском сафари-парке, точно так же, как было сделано подобное согласование в 2012 году. То есть нужно было продлить договор или согласовать новый, поскольку зоосадки Амурские являются участником программы Евроазиатской ассоциации зоопарков под тигром. Однако Министерство поступило по-другому. Первое. Министерство оценило тигра Амура в 1 миллион 400 тысяч рублей. Ни один тигр только не стоит, но тигра Амура, друга Тимура, оценили высоко. Второе. Министерство настояло на выведении тигра Амура из программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Третье. Министерство согласовало передачу тигра Амура в НП «Парк тигров» в Краснодарский край, Станицу Денскую, директор Александр Пшеничный. Тигр Амур, пожалуй, самый известный тигр в мире благодаря истории Амура и Тимура. За дружбой животных следили из более 100 стран мира. Вместе свелась прямая трансляция по веб-камерам из парка Амура и Тимура. Федеральный телеканал «Россия-24» 1 января 2016 года весь день транслировал в прямом эфире Амура и Тимура на всю страну. Телеканал «Живая планета» сделал документальный фильм «Чудесная дружба. Тигр Амур и козел Тимур». Телекомпания со всего мира приезжали снимать знаменитых животных. Ролики с Амуром и Тимуром в интернете набирали миллионы просмотров. Полгода Амур и Тимур не сходили с первых страниц СМИ. Про Амура и Тимура сложено много песен. Две спета на авторадио. Описаны картины, рассказы, стихи, басни, анекдоты. Поставлен музыкальный спектакль. Всего не перечесть. У тигра Амура много фанатов. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матведенко на Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия» лично вручала памятный приз с надписью Мезенцеву Дмитрию Николаевичу за создание всенародного интернет-проекта по формированию любви к природе. Словом, тигр Амура – это не просто тигр. Это уже некий символ. Вернемся к нашим баранам. Тигру Амуру предстоит пройти карантин, вынести трея бездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку тюрьму в Краснодарском крае. В Приморском сафари-парке у тигра Амура вольера размером с футбольное поле. Предстоящие издевательства над тигром Амуром законны. Для чиновников это имущество Хабаровского края и только. Все остальное выше их понимания и полномочий. Тигр Амур нарушил законы природы, подружившись с козлом Тимуром. Настолько он всемогущ. Он по праву заслужил восхищение и любовь миллионов людей. Хабаровские чиновники якобы не могут нарушить закон, не могут оставить тигра Амура в Приморском сафари-парке. Настолько они ничтожны. Они по праву заслужат презрение и ненависть многих людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok